В целом, так выглядит наш апартмент-комплекс. Здесь несколько домов. Можете увидеть все трехэтажные. И еще вот тут, за лесочком, там тоже несколько домов. И мы идем к нашему подъезду. Вот это вот наш подъезд. Так что, пошлите. Так, вот как выглядит наш подъезд. Пойдемте, посмотрим, как выглядит он внутри. Заходим. Тут Тима. И вот это подъезд. Здесь уже квартиры начинают с двух сторон. Обратите внимание на полуковер. Я такого ни разу не видела в России. Мне кажется, это больше даже похоже на, я не знаю, консернаторий. Так выглядит этаж с двух сторон квартиры. И наша квартира находится вот здесь, за углом. Так что, сейчас зайдем и добро пожаловать. Так, ну что, добро пожаловать в нашу квартиру. Мы сейчас находимся в коридоре. Здесь тот небольшой участок, который без ковра. Здесь мы недавно купили галошницу. По-русски называется галошница в Икеи. Очень удобно складывать сюда обувь, которую мы носим на постоянной основе. Сюда я еще хочу приобрести тарелочку под ключи. Вот. Может быть, еще бы вторую я бы такую же поставила, но это не точно. Не хочется захламлять квартиру. Здесь проходим у нас шкаф встроенный. Очень удобно в американских квартирах. Всегда есть встроенные шкафы. Темно, конечно, но поверьте, там висят куртки и стоит обувь. Сегодня вообще не очень солнечная погода, хотя обычно эта комната наполнена светом. И это южная сторона, и что очень классно. Здесь сразу же у нас кухня небольшая. Я особо ничего не прибирала, поэтому вот как есть, так есть. Здесь мой цветочек, смотрите, зацьел орхидеи мои. Здесь у нас просто ливинг-рум, то есть зал, по-русски говоря. Диван мы купили в Икеа. На полу ковролин, который нам очень не нравится с Филиппом. Там балкончик. Кстати, классный вид. Сейчас быстренько выйдем. Посмотрим, сегодня тепло. Птички поют, дождик кончился. Вот такая у нас деревня. Маленькие домишки. Балкон достаточно большой. Думаю, можно даже загорать, здесь столики ставить и все такое. Но мы переедем из этой квартиры к лету, поэтому будем уже думать об этом в следующий раз. К следующей квартире, как я вам говорила. Здесь тоже мои цветы стоят, но это такое временное решение. Эта тумбочка будет в спальне, конечно, когда мы переедем в двухкомнатную квартиру. Это фильм рабочий стол. Мы еще не купили ему стул. Ищем. Он у нас привередливый. Никак не можете стул подобрать. Это обеденный стол. Недавно, кстати, купили стулья. Прикольные. Мне нравится. Мячик там валяется. Вот такие стулья, и при этом они стоили четыре стула сто долларов. Я думаю, в апартментс это идеально. Классная вещь и удобная достаточно. Здесь эта штучка из Ikea. Эти подсвечники очень классные. Так они мне нравятся. Они из H&M Home. Поехали дальше. Кстати, интересная вещь, то, что обычно нет в русских квартирах. Это в раковине есть измельчитель. Вот тут выключатель, который измельчает всю еду, которую сюда скидываете. Все, что хочешь, можно скинуть все измельчиться. Это очень удобно, я считаю. Что еще необычного? Необычная микроволновка, поскольку в ней еще встроен свет над плитой. И еще и вытяжка. То есть можно включить вытяжку. Это очень странно. Наверное, это какая-то старая система. Либо же это чисто американская такая идея. И такие плит, например, я тоже в России не видела. Вот с таким огромным количеством кнопок. А тут это частое явление. Пошлите дальше. Здесь у нас еще один встроенный шкаф. Тут тоже очень удобно. Так получается, что здесь просто заполняете то, что не влезло в другие места. Здесь также у нас лаундере напротив шкафа. Стиральная машина. Кстати, тоже необычная. Мне кажется, в России таких нет. Я не видела, по крайней мере, вот с такими вот крутилками огромными. И сушильная машина. Полки, 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 хранения. Большая комната даже у нас тут велосипеды вот хранятся, например. Напротив. А еще у нас здесь... Напротив у нас здесь еще туалет, ванная. Все вместе. Я в зеркале. Здесь у нас ванная. Ванная тоже, мне кажется, какая-то необычная. То есть я таких не видела. получается, что задняя стенка тоже сделана, ну, как пластиком, что ли, из чего эта ванна. И это, конечно, очень интересно выглядит. Мне это не сказать, что сильно нравится. Еще интересно, что здесь всегда встроенная душ, только верхний, без вот этого шланга. И мы отдельно покупали шланг и прикручивали нормальный человеческий душ, потому что я не могу мыться, когда все время сверху только течет и голову мочит. Вот. Потом мы будем, когда будем съезжать из квартиры, мы обратно поменяем. Но это обычное дело во всех домах, не только в апартментах. Дальше идет именно комната. Сейчас у него уроки закончатся, и я его сниму. Кстати, обратите внимание, здесь нету нигде батареи никаких. Хотя у нас бывает и холодно, и снег даже выпадает. Но для этого у нас есть вот такая система, которая... Как бы система кондиционирования, которая можно ставить на охлаждение, можно на нагрев зимой. И она либо будет нагревать до нужной температуры, вот сейчас она нагрелась. То есть мы выставили 72 градуса и в доме 72 градуса. Летом мы будем переводить на cool и будет охлаждать дом эта система до нужной температуры. Так, сейчас мы заходим Тимофея в комнату. Здесь у него большое окно, поэтому комната очень светлая. Здесь у Тимофея кровать, и вот его уголок. Он так долго хотел собрать себе вот этот уголок для игры на компьютере и этот стол для учебы. Здесь у него даже есть подсветка. Он ее, кстати, сам делал. Вот меняются разные цвета. Ну, они с Филиппом делали. Сейчас Тимо продемонстрирует. Оно включается разными цветами. Тимофея давай демонстрирую, какие еще есть цвета. Вот, каких только нет. Так что это, я думаю, мечта любого парня. Кресло такое крутое у Тимчика. Здесь фигурки, черепашек-ниндзя, и у нас вид из окна, поле и лес. Здесь, значит, просто из икеи такой стоит стеллаж с игрушками, ну и все эти именно вещи, медальки и так далее. И здесь гардеробная. Конечно, я не стилист, и у меня тут все не разложено по цветам, но тем не менее все влезает, все влезает на всю семью. Хватает этого шкафа, плюс у нас здесь комод, тоже из икеи. В общем-то, это очень удобно, когда шкаф встроенный и не захламляет остальную часть комнаты. Ну вот, ребята, вы посмотрели нашу квартиру. Спасибо большое, чтобы зашли в гости. Подписывайся на мой канал, оставляй комментарии, ставьте лайки, колокольчики, и пока-пока! До новых встреч! Раз, два, три! Тима первый. В говно! Ты упал в говно? Блин! Блин, да.